Слова подвижнические, преподобные Сакселем. Слово двадцать восьмое о третьей степени ведения, которая есть степень совершенства. Послушай же, как человек утончается, приобретает духовность и уподобляется в житии невидимым силам, которые в служении свое отправляют нечувственно производимыми делами, но совершаемыми заботливостью ума. Когда ведение вознесется над земным и над попечением о делании земного и начнет испытывать свои помышления в том, что сокрыто от очей внутри и некоторым образом станет пренебрегать тем, от чего бывает непотребство страстей, и прострется горе, и последует вере в попечении о будущем веке, и вожделении обетованного нам, и в изыскании сокровенных таинств. Тогда сама вера поглощает сие ведение и обращается, и рождает оно и снова. Так что всецело становится оно духом. Тогда может воспалять оно на крылах, в области бесплотных, касаться глубин и неосязаемого моря, предоставляя в уме божественные и чудные действия, правления в естествах существ мысленных и чувственных, исследуя духовные тайны, постигаемые мыслью, простую и тонкую, тогда внутренние чувства возбуждаются к духовному деланию, сообразно состоянию, бывающему в онной жизни бессмертия и нетления, потому что еще здешним, как бы в тайне, оно, то есть ведение, прияло мысленное воскресение в истинное свидетельство о всеобщем обновлении. Вот три способа ведения, с которыми сопряжено, из которых составляется все течение человека в теле, в душе, в духе. С того времени, как начинает человек различать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, и ведение души его пребывает в сих трех мерах. И полноту всякой неправды и нечестия, и полноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всех тайн духа, производят единое ведение в сказанных трех мерах, и в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или нисходит он в добре, или в зле, или в среднем между добром и злом. Сей же меры у отцов называются естественное, противоестественное и сверхъестественное. И это суть – три направления, по которым возводится и низводится память разумной души. Когда по сказанному или по естеству делает кто правду или превыше естества, восхищается ее памятью в созерцании Бога, или вне естества исходит пасти свиней. Так, по переводу преподобного Паисия, по греческому тексту, в созерцании Бога вне естества, или исходит, как расточивший богатство своей рассудительности, работая со множеством демонов. Совокупное обозрение трех ведений. Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая – согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. Третья же есть – упокоение отделания, что есть образ будущего в едином преснопоучении ума, наслаждающийся тайнами будущего. Но так как естество не может еще совершенно возвыситься над состоянием омертвения и тяготою плоти и усовершиться в оном духовном ведении, которое выше другого уклоняющегося ведения, то и ведение сие не в состоянии и прослужить к совершенству, не имеющему недостатка. Не может человек быть и в мире мертвости, и совершенно оставить естество плоти. Но пока человек живет во плоти, остается он в переходном состоянии от одного ведения к другому. То вдруг душа его, как убогий и нищий, начинает совершать служение на второй, средней ступени добродетели, какая вложена в естестве и может быть произведена при помощи естества телесного, то пребывает подобно приявшим духа сына положения в таинстве свободы, наслаждается благодатью духа по достоинству, дающего оную, и снова возвращается к смирению дел своих. И это суть дела, совершаемые с помощью тела, и благодать сохраняет их, чтобы враг не пленил ее душу приманками, обретаемыми в этом лукавом веке и помыслами смущенными и поползновенными, уклоняющимися от должного направления, потому что человек, пока заключен под завестуя дверей плоти, не имеет упования. Ибо веки семь несовершенным нет совершенной свободы. Всякое делание ведения состоит в делании и предложительном упражнении. Делание же веры не делами совершается, но исполняется духовными помышлениями, в чисто душевном действовании, и оно превыше чувств. Ибо вера утонченнее ведения, как ведение утонченнее вещей чувственных. Все святые, сподобившиеся обрести житие сие, это есть восторжение к Богу, силой веры пребывают в усложжении оном, превыше естественным житием. И вера же, разумеем не ту, какую человек верует, в различие доступа поклоняемых и божественных апостасей, превосходящее все особенное, только божеству свойственное, естество самого божества и в чудное домостроительство Божие, совершенное в человечестве, восприятием нашего естества. Хотя и сия вера крайне высока, но веру, высеивающую в душе от света благодати, свидетельством ума, подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно. В несомненности надежды, далекой от всякого самомнения, вера сия обнаруживается не в превращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимые и божественное богатство, сокровенные от очей сынов плоти и открываемые духом, питающимся страпезой Христовой в поучении законам Христовым, как сказал Господь, «Если западе Мои соблюдете, пошлю вам утешителя Духа Истины, Его же мир не может приятия, и Тово научит всякой истине. Он указует человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время сей покров, сию мысленную крепость, всегда покрывающую человека, отражающую от него все вредное, чтобы не приближалось это к душе или к телу его. Сию-то силуум светлый и духовный невидимо ощущает очами веры. Она-то познается святыми паче в опытном приобщении оной. Сила-то есть сам утешитель, крепостью веры, как огнем, выжигающий душевные члены, и душа устремляется, пренебрегает в таком состоянии всякой опасностью, надежде на Бога, на крылых веры, возносится над видимую тварью и бывает всегда как бы упоенную в изумлении перед божественной попечительностью в неложном созерцании, в невидимом рассматривании божественного естества, приобучая ум быть внимательным к размышлению о тайнах его. Ибо пока не придет тот дух истины, кто есть совершение таинств, и пока явно не сподобимся откровения оных, вера между Богом и святыми священно действует, незреченные таинства, которых по благодати самого Христа и мы досподобимся здесь, как в залог, а в самой действительной истине, там, во Царстве Небесном, с любящими Его. Аминь. Если Бог даст, завтра будем читать двадцать девятое слово.